МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Другой хозяева, которым нравится так же неспешно гулять, как и ей. Около месяца назад ее привезли из Нижнесергенского района. По информации зоозащитников, у собаки был дом, но хозяева перестали за ней ухаживать и отпускали на свободный выгул. Местных жителей забеспокоило состояние шани, когда у нее на шее начала гноиться рана. Ведврач, увидев, сказал, что это опухоль, что она операбельна. И действительно, операция прошла достаточно хорошо. И рана на шее очень быстро затянулась. Сейчас уже только след от зеленой напоминает о ней. Очень быстро собачка восстановилась. Этот пес, хоть и очень активный, но тоже немолодой. Ему около пяти лет. Он игривый и дружелюбный на прогулке, но при этом, когда сидит в вольере, проявляет качество хорошего охранника, который будет надежно защищать свою территорию. Сейчас зоозащитники пытаются найти прежних хозяев пса. Но если этого сделать не удастся, для него начнут искать новых. Это должны быть люди, проживающие в частном доме. Обратились жители коллективного сада, который находится неподалеку от приюта, что прибился пес буквально 2-3 дня назад. Проблема в том, что он ходит по грядкам. То есть он не проявляет агрессию. Просто он мешает. Мешает, а мы все портим. То ли пудели, то ли баллонки. Чья кровь намешана у этих девочек, волонтеры не знают. Но за шерстью собак требуется особый уход. Две недели назад их забрали из неблагополучной семьи в Кировграде. Обеим собакам не оказывали должного ухода. По словам зоозащитников, девочки очень плохо пахли, а шерсть и когти были не стрижены годами. Своими силами мы их подстригли. Сейчас уже проходим прививки, но можно уже подыскивать им новый дом. Мы рассматриваем это, конечно, квартирное содержание, внутридомовое содержание. Собачки взрослые, им примерно по 6 лет. Волонтеры Первоуральского приюта для бездомных животных нуждаются в помощи горожан. Подопечным зоозащитников всегда требуются корма, крупы и мясопродукты, а также ошейники и поводки. Кроме того, по субботам в приюте проходят дни открытых дверей. Выбрать себе питомца первоуральцы могут в любое время, но для этого необходимо заранее записаться по телефону. Субтитры создавал DimaTorzok